Российский Су-24, который был накануне сбит турецкими ВВС, не нарушал воздушную границу Турции и был атакован без предупреждения. Об этом сегодня рассказал штурман самолёта, капитан Константин Мурахтин. Несколько часов скрывался от террористов, прежде чем его нашёл спецназ. Сегодня с офицером, который готовится к отправке в госпиталь, смогли пообщаться журналисты. Среди них был и корреспондент Первого канала Михаил Акинченко. Константин, собственно, первый вопрос. Как вы себя сейчас чувствуете? Как настроение? В целом сейчас нормально. Наши военные медики творят чудеса. Скажите, пожалуйста, ваш экипаж до вчерашнего дня летал в том районе. Вы его хорошо знаете? Конечно. Мы неоднократно там выполняли боевые полёты, знаем его как свои пять пальцев. Боевые задачи выполняли и обратно возвращались по обратному маршруту на авиабазу. Мне вообще, как штурману, неизвестно там каждая высота практически. Могу ориентироваться даже без приборов. Константин, говорят, что для военных лётчиков один километр – это по времени всего лишь одна секунда. Могло ли так случиться, что вы с командиром корабля не заметили, как короткосрочно, каковременно вышли за пределы воздушного пространства Сирии? Нет, это исключено. Даже на одну секунду. Тем более, что мы летели на высоте около 6 тысяч метров. Погода была ясная, как у нас в нашем сленге говорится – миллион на миллион. Весь наш полёт до момента взрыва ракеты полностью мой контролировался. Я прекрасно видел и по карте, и на местности, где границы, и где находимся мы. Даже угрозы выхода в Турцию не было. Скажите, турецкая сторона уверяет, что с F-16 неоднократно предупреждали вас о том, что вы пересекаете турецкую границу. Как на самом деле всё происходило? На самом деле никаких предупреждений не было. Ни по радиомену, ни визуально. Вообще не было контактов. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме. Нужно понимать, какая скорость у бомбардировщиков, и какая у истребителей F-16. Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельные курсы. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолёта внезапно, в принципе. Мы даже визуально её не наблюдали, чтобы успеть сделать противоракетный манёвр. А подскажите, вы сейчас лечитесь, и что планируете дальше? Конечно, с нетерпением жду, когда выпишут, чтобы сразу вернуться в строй. Буду просить командования, чтобы меня оставили на данной авиабазе. Я обязан вернуть должок за командира.